Рекламно-информационная программа С Верой в спорт Добрый день, это программа С Верой в спорт у микрофона Вера Власова. Говорить мы сегодня будем о жесткой мужской дисциплине, о соревнованиях, о спорте, о красивом зрелищном шоу. Это ММА. И в гостях у нас президент Кировской региональной общественной организации, спортивной федерации смешанного боевого единоборства, ММА, Александр Высотин. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Итак, давайте сначала определимся, что же такое ММА. Это три буквы, которые сделали уже очень много шума, в том числе у нас в городе. Откуда это взялось и что это такое? Смешанное боевое искусство, сокращение как раз ММА. От американцев это пошло, английское... Они придумали. Да, они придумали, как бы это закрепилось вне английских этих самых странах. В 90-х годах это появилось, и как бы вот ММА, ММА. Ну, в России еще иногда нередко называют бои без правил, ошибочно, скажем так. А в чем разница? Давайте сразу определим. Ну, как разница? ММА – это сейчас официальный вид спорта. Там есть ограничения. А бои без правил – это бои без правил. Это на улице. То есть у ММА есть ограничения? Это вид спорта, да. То есть есть определенное правило. Слушайте, а вот в 90-е годы вы сказали, что в Америке появилось. Так это было как-то связано с популяризацией вообще в Америке такого движения, как рестлинг? Да, и также в Японии был шут-рестлинг. И вот как бы это оттуда пошло. В начале 90-х… Шут – это удар, имеете в виду? Ну да, рестлинг – это борьба. То есть там борьба, удары, то есть совмещение, скажем так. И вот в начале 90-х как бы в Америке это подхватили и как бы получило толчок к развитию. То есть вот эта космополитичность и многофункциональность, смешанные единоборства, какие… То есть подразумевается, если я правильно понимаю, что разные виды единоборств сходятся воедино, да, как раз в ММА. Правда это или нет? Ну, смешанное боевое единоборство ММА, как вот правильно называться, вид спорта, но это является полноконтактный бой, сведением боя, как в клинче, это вот в стойке бороться, так и в партере, то есть лежа на ринге, на земле-земле. То есть боец ММА должен уметь одинаково хорошо боксировать, бить руками, бить ногами, также бороться, делать болевые удушающие приемы. Ну, соответственно, я так понимаю, что масса у этого… там есть категории по массам, да, по весу? Да, весовые категории. Какие подразделения есть? Ну, по профессионалам я сейчас так на скидку не скажу, какие весовые категории, их там больше гораздо. А по любителям 56 килограмм – 700 грамм, 61 килограмм – 200 грамм, 65 килограмм – 800 грамм. Почему такая четкость? Ну, связано, видимо, как бы так скажем, с мировой системой… А, с пересчетом системы исчислений. Да, да, да. То есть есть вот эти граммы. Ну, что с Америкой понятно, как там это все появилось, как давно эта система появилась в России и в Кирове? Сейчас расскажу вам. Давайте. С 16 мая в 2012 году была проведена первая всероссийская конференция о создании союза ММА России. Там участвовало больше 100 представителей из 52 регионов России. То есть те люди, которые уже знали, что такое ММА и уже практиковали? Да, скажем так. Ну, в 90-е годы были у нас соревнования, но они как бы носили такой сумбурный характер, то есть там без должного, скажем так, медицинского обслуживания, то есть там безопасности спортсменов, правил. Местечковые турнирчики были, конечно. Без каких-то регламентов, наверное, четких, да? Вот тогда, скорее всего, их начали называть «Бои без правил». Ну, скажем так, такой пиар-ход, чтобы заманить зрителей. На зрелищность. Да. И вот на 16 мая 2012 году на заседании было решено создать союз ММА России. Во главу президента мы избрали Федора Владимировича Емельяненко. Там было много почетных гостей из 20 стран мира, где культивировался этот вид спорта. И можно сказать, что в России официально ММА появилась вот 16 мая 2012 года. Потом было еще одно знаковое событие. Это 26 сентября 2012 году Министерство спорта признало СБ и ММА, как сокращенно называется, смешанное боевое единоборство, официальным видом спорта. Было разработано правило, и все, была дана отмашка. Вид спорта появился новый. То есть 26 сентября этого года мы будем праздновать шестилетие дисциплины этого вида спорта в России. Получается так, да. Да, и вот 26 сентября 2012 года уже стали регулярно проводиться чемпионаты субъектов Российской Федерации, федеральных округов, чемпионат России, кубок России, ну и чемпионат мира проводится, соответственно, чемпионат Европы. У нас в Кирове какова история? Значит, в мае, где-то, например, так же в начале мая 2012 года, еще когда не было союза ММА. Ой, извините, еще вопрос. А вот вы были лично на этом съезде 12 мая? Нет, на этом съезде я не был. В Москве не были? Лично не был. Да, нас регулярно собирают, конечно. А от Кирова кто-нибудь был? Нет, не было никого. Значит, я просто расскажу вам. То есть, вот этот союз ММА когда образовался, в Кирове была создана Лига Смешанных Единоборств. Ну, это общественная организация, как бы мы пытались культивировать вот именно ММА вид спорта, но так как официального вида спорта не было. Вы в нее входили как-то. Да, я был президентом. Соревнования не участвовались, то есть, ну, не проводились, соответственно, ну, это, скажем так, для себя занимались. Вот 8 апреля в 2013 году Кировскую Федерацию официально приняли в состав Союза ММА России. То есть, мы ездили туда, нас вызывали, было заседание президиума Союза ММА. Нам пожали руку, сказали, все, кировщане молодцы, давайте вперед. Вот. И, скажем так, в Кирове, если уже говорить таким языком официала, то вот 8 апреля 2013 года. 2013 году. Да. А 2 июня в этом же году сразу же, через 2 месяца, был проведен первый чемпионат Кировской области. Проводили мы его в спорткомплексе «Прогресс». Ажиотаж, конечно, был огромный. Участников было достаточное количество. Ну, хотя вид был спорта молодой, новый. Вы выступали борцы, боксеры, каратисты, кикбоксеры. То есть, всем хотелось себя попробовать. Как-то вот так вот. Ну, и впоследствии, я так понимаю, что и звезд спорта, да, смешные единоборства привозили в Киров для поляризации. Ну, да. Каждый год проводится чемпионат, а в последнее время стали проводить и первенства. Так как правило, Минспорт, грубо говоря, нам по инстанциям приходят эти правила. То есть, спорт омолаживается постепенно. Сейчас у нас официально можно выступать с 12 лет. То есть, возрастные группы – это 12-13 лет, 14-15, 16-17. Вот 12-13 лет – только борьба. Нет удара техники. То есть, спортсменов мы растим, скажем так, чтобы они не травмировались, доживали как можно больше. Ну, конечно. Да. Чтобы двигались. Развивались поэтапно. Конечно, конечно. Постепенно. А заниматься можно лет, ну, с девяти вот берут в борьбу. То все равно борцовская база, она как бы, ну, должна быть у ребенка. Потому что есть такое у тренеров мнение, у большинства, что борца легче научить бить, чем боксера бороться. Ну, я придерживаюсь к этому же мнению. А давайте еще немного остановимся на этой градации, да, вот именно борьба и понятие бить. Борьба, потому что для меня сейчас, как для человека совершенно в этом ничего не понимающего, не следующего, разницы особой нет. А поясните для слушателей, да, в чем именно разница. Может быть, кто-то умеет бороться, а не бить кто-то наоборот, чтобы они понимали, насколько им это близко. Ну, это же зависит тоже от самого спортсмена, вот что ему по душе. Вот кто-то любит бороться, не любит, чтобы его били, чтобы сам бить. Что значит бороться? Объясните этот термин. Перевести соперника на землю, понятным языком. То есть в партер, да, как вы его называете? Да, да. И закончить схватку болевым удушающим приемом, либо удержанием. Ну, у нас в Кире очень, как бы, хорошо была развита, и, в принципе, сейчас на должном уровне греко-римская борьба. Как бы она в Кире у нас была знакомым видом спорта. Много у нас чемпионов прославленных. И поэтому, как бы, вот, на первом этапе мы, конечно, черпали спортсменов к себе из греко-римской борьбы. Вытаскивали, да, их к себе? Ну, почему вытаскивали? Переманивали. Нет, нет такого слова переманивали. Сами приходили ребята. Кому-то по душе вот этот вид спорта пришелся, и они пришли к нам. То есть у него есть какие-то преимущества относительно той же греко-римской борьбы? Ну, как бы, здесь тяжело, конечно. Или это вот именно дело вкуса? Дело вкуса, да. Да, ну, борец, это ребята, которые, скажем так, физически подготовленные, очень отлично. И все равно в начальном этапе, вот, когда ММА появилась, если посмотреть первые бои, то в основном выигрывали, конечно, борцы. Потому что перевел ударника в партер. То есть... То есть ударникам сложнее в партере? Да, да, да. Да, ну, а борцам ударную технику, то есть это удары руки и ноги. Да, ну, да. Ну, здесь как бы вот стиль на стиле преимущество не дает. То есть все зависит от конкретного спортсмена. Какого вам уровня? Итак, начали вы рассказывать, что ребятам с 12 лет уже можно ходить заниматься. А где учат ММА? Куда можно приходить заниматься? И кто учит? Какая квалификация у этих людей? Значит, регламенты, вот, Союз ММА разработала система лицензирования тренеров. То есть тренер едет на учебу, проводят тренерские семинары под руководством главного тренера сборной России Геннадия Капшая. Там проходит 4 дня обучения, а потом сдаются зачеты теория, практика. Но при этом обязательно у человека должно быть высшее педагогическое спортивное образование. Можно средне-специально, но вот там уже инструкторская должность, не тренер-преподаватель. Это важная категория, тоже мы об этом много говорили. Да, то есть там изучается медицина, психология, вот это все. Именно как работать с людьми. Конечно, с детьми самое главное. С детьми. Чтобы исключить травматизм. Мы же все хотим, чтобы у нас выросли здоровые дети. Конечно, для этого и спорт их отдаем. Крепкое поколение, да. Чтобы выросли здоровые, да, крепкие. Вот сейчас планируем ряд тренеров отправить на тренерские курсы. Вот сейчас нам скажут, Союз ММА, где у них будут проходить ближайшие. Вот туда отправим. А на данный момент у нас в Кирове всего два лицензированных тренера по ММА. Это ваш покорный слуга. Это вы? Да. Это Александр Высотин. Да, и еще вице-президент Федерации ММА Кировской области Казаковцев Тимофей. Ну, не густо, если честно. Два тренера на всю Кировскую область. Это, которые законно могут преподавать смешанным боевым. Ну, хотелось бы, чтобы и все законно преподавали. Хотелось бы. Но для этого нужно что? Должен быть клуб, юридическое лицо. Он должен быть членом федерации. То есть с улицы человек не может открыть зал. Конечно. Написать, что я великий тренер по ММА. И тренировать детей без образования, без лицензии. Да, Александр, а расскажите, да в чем здесь проблема? То есть вроде бы есть организация, федерация есть. А они вступают или в чем проблема здесь? Нет, все, кто хотели, все вступили. А кто не хотел, то как бы мы их не не волим. Не заставляем, конечно. То есть мы-то без них проживем. Вот как они без нас. Так, а почему же тогда у нас не получается больше лицензированных тренеров по ММА? Скажу почему. Потому что, во-первых, у нас нету ставок в спортшколах по этому виду спорта. Мы с министром спорта весной на эту тему разговаривали. Он пообещал вопрос этот нам решить. И выделить несколько ставок именно по нашему виду спорта. А так на данном этапе у нас пока получается, ну, частные клубы практикуют. Есть ребята, которые занимаются и рукопашным боем. Вот спортсмены, которые тренируются, скажем так, у меня, вот они выступают и по боевому самбо, и по рукопашному бою. То есть мы выступаем везде. То есть такие многопрофильные специалисты. А так вот, получается, за пять лет уже именно по этому виду спорта смешанное боевое единоборство ММА 35 человек выполнили норматив кандидата мастера спорта. 35. Тут хорошее количество, мне кажется, с учетой в такую напряженную обстановку, да, или не такие с площадками. Да, даже один выполнил норматив мастера спорта, ну, маленечко, не срослось. А что случилось? Там есть свои нюансы. Не набралось судей соответствующей квалификации, и все. То есть он сдавал здесь, в Кирове? Нет, получилось так, что мы в 15-м году проводили чемпионат Приворского федерального округа здесь, в Кирове. И вот один из моих учеников, Пахтулая Формозан, он выиграл этот чемпионат. Но не хватило одного судей всероссийской категории, и поэтому... Ну, там еще есть много нюансов, там долго рассказывать все это. Но у него будет возможность еще получить... Да, он уехал сейчас из Кирова, к себе на родину. Все, теперь он, наверное, там будет защищать. Скорее всего, да, там. Сказали вы о площадках, что сейчас школы спортивные Кировской области не могут предоставить ставки и, соответственно, площадки, я так понимаю, что, да, для тренировок, для занятий, для обучения этому виду единоборств. Частные компании, да, частные школы и учебные центры спортивные занимаются этим. Давайте сейчас вот не в формате рекламы, а вот именно расскажем, какими категориями, каким оборудованием, специальными какими-то атрибутами должен обладать этот центр спортивный, чтобы мы могли понимать, что, да, нас там смогут обучить. Что вообще требуется для того, чтобы научиться? Сейчас, конечно, такое время сейчас много всяких снаряжения всего, инвентаря. Мы раньше занимались в подвале, где трубы водопроводные тикли, и как бы ничего страшного. Ну, конечно, там же он борцовский, ковер, боксерские, груши, тренажеры, кардио. Угу. Ну, то есть до и после тренировки. Да, там, если перечислять, наверное, у нас полчаса не хватит эфира, что в идеале должно быть. Да давайте самое основное. Самое основное должно быть квалифицированный тренер и желание спортсменов достичь результатов. Все. А так, получается, место и время может быть абсолютно любое. Любое. Да, и атрибуты могут быть любые. Конечно. Можно модным тренажером дорогим, а можно обыкновенным кувалдой за 100 рублей. Эффект будет одинаковый. Понятно. А есть у нас в Кире учреждения, которые действительно хорошо могут подготовить? Вот вы, в частности, преподаете, я думаю, что в таких учреждениях? Ну, про себя не могу, конечно, сказать. Это ученики мои должны говорить, а не я. Ну, это Академия боевых искусств, где тренирую я. Школа боевого духа. Там инструктором работает Гулямов Тимур, который является чемпионом области, вот прошедшего чемпионата, он выигрывает. Клуб «Боец». Там Раджабов Абубакар – это один из перспективных наших бойцов в Пеплировской области. Ну, районы. Там советские ребята, тоже рукопашники, Советских полян, Сногорска. То есть они все желают участвовать. Ну, у них как бы направление – рукопашный бой. Но и по ММА они всегда готовы. Ну, конечно. Это мы уже поняли, что это довольно-таки универсальный вид. Давайте теперь перейдем к конкретике. Что нам дает ММА? Что получает человек, который этим занимается? То есть какую-то силу, волю? Зачем вообще приходят люди заниматься? Любыми единоборствами занимаются, чтобы уверенность в себе. То есть мальчик может быть забитый, затюканный в школе, его там друзей нет. Вот он приходит в зал единоборств. Если при грамотном подходе от тренера, он начинает заниматься. Какие-то у него появляются успехи. Он начинает верить в себя. И, соответственно, у него растет самооценка. Из него получается достойный. Достойный мужчина. Достойный мужчина, достойный гражданин нашей страны. А девчонки занимаются? Не так много, как хотелось бы, конечно. Конечно. Сейчас в Союзе ММА, насколько я знаю, пытаются ввести две категории весовые. А для женщин даже. То есть пока нет ни одной? Ну, у нас, Кира, есть девчонки, которые как бы желают подраться. Но с соперницами тяжело. Соперниц нет? Да. Ну, вот как ведут официально вид спорта женщин. Посмотрим. Я думаю, что вот если по себе даже судить, девчонки, чтобы пошли в борьбу, это же страх того, что это какая-то рельефность появляется, масса какая-то дополнительная появляется. Где-то, может быть, силушку не соразмерить, да, там открывая дверцу холодильника, к примеру. Как на самом деле это происходит? Дело каждого выбирать. То есть вот сейчас популярен кроссфит. И посмотрите на женщин-бойцов. То есть вот женщины-кроссфитеры, они гораздо атлетичнее, чем женщины-бойцы. Это уж как кто хочет. Да, вместе с тем борьба более функциональная. То есть она, ну, не дай бог, конечно, она может пригодиться. Да, конечно, конечно. Это навыки самообороны. Чтобы постоять за себя, во-первых, за своих близких. Насколько они реально применимы в будущем? То есть насколько эта дисциплина может пригодиться вот именно в той же самой самообороне? Тоже такой вопрос очень интересный. Потому что не все боевые искусства могут в реальности как-то пригодиться. В реальных условиях. Да, здесь все зависит от человека. Вот, наверное, знаете, был такой Брюсли известный. Вот он говорил, я не боюсь человека, который отрабатывает тысячи ударов. Я боюсь человека, который один удар отрабатывает тысячу раз. Соответственно, тренировка может показаться со стороны, что там интересно, какие-то захватывающие приемы, много-много всего разного. На самом деле это монотонный труд повторения одного и того же много раз. И на второй взгляд это может кому-то и не понравиться. Потому что ожидали. Сейчас научат бить ногами, делать броски хорошие. А все делается плавно, поэтапно. То есть я вот отдаю предпочтение старым советским школам, СССРовским, борьбы, боксу. То есть по их методикам проводим тренировки. Но ничего придумывать не надо. Все придумали до нас. Лишь небольшие коррективы по нашему виду спорта вносятся. И все. Как проходят тренировки? Весело, задорно. Я так знала, что так скажете. На самом деле, да, то есть как себя подготовить? Вообще, как принять решение, что я хочу это сделать? Да, я хочу пойти и заниматься борьбой? Насколько это просто дается? Вот вашим ученикам, насколько просто давалось? Ну, вот расскажу как бы на своих примерах. То есть бывает, кого-то родители приводят. Бывают, приходят ребята, вот через год служба в армии. Надо подготовиться. Да, как бы так маленько опасаемся. Хороший повод. А бывают, приходят такие вот, бывали молодые парни, все, хотим в UFC. Сейчас вот это все по телевизору модно. И говорят, хочу я... Аясните, что такое UFC? Это американский самый раскрученный промоушен по боям. Ультимата, файл чемпионшип. Где бьются самые лучшие бойцы и получают самые большие гонорары. И вот ему лет 13-14, он увидел по телевизору, приходит и говорит, я хочу в UFC, все, тренируйте меня. И что, это достижимо? Это реально? Реально все. Главное задаться целью. И, соответственно, финансовая подпитка должна быть. Без денег в нашем мире, скажем так, никуда уже. Вот. Это будет один из моих последующих вопросов. Еще хочу спросить по поводу мотивации. Вот вы все говорите про молодых ребят, там 12, 14, 16 лет. А более старшие, взрослые люди уже в осознанном возрасте занимаются. Занимаются у меня и за 40 лет ребята. У них какая-то была подготовка предварительная? У кого-то была, у кого-то как бы, ну, с нуля. То есть можно вообще абсолютно никогда спортом не занимавшись к вам прийти? Конечно. Конечно. У меня занимался, ну, парнишка ему лет 35. Вот он не занимался ничем. Занимался упорно. Ну, вот есть люди, которые, допустим, есть талант. А у других нет таланта. Но он своей упертостью, он выступал на двух чемпионатах. Компенсировал, да? Да, компенсировал, скажем так, свой недостаток таланта. Вот на двух чемпионатах Хировской области он неизменно в призовых местах, в третье место. Ну, это, наверное, невероятная работа над собой. То есть парень реально старался. Старался, да. Он ему хотел. Для чего ему это было нужно? Показать, доказать себе, что я могу. Во-первых, саму себе, наверное, доказать, что он может. Хотя вот наниматься он начал в 30 лет. Многие уже думают, что в этом возрасте поздно приходить. Вот он взял и говорит, хочу в 30 лет вот чего-то. Хотя бы в рамках области. Надо было видеть его лицо, когда ему медаль вешали на шею. Конечно. Это достижение всей жизни, наверное. Но лицо у него было несмотребельное. Ну, фотографии, наверное, есть, можно посмотреть. Есть, конечно, есть. Расскажите, пожалуйста, про питание на тренировках. Нужно ли какой-то определенный рацион спортсменам соблюдать? Если мы даже говорим про любителей. Про любителей, конечно, это как бы важно. Вообще здоровое питание, оно должно присутствовать всегда. А спортивные добавки, они, скорее всего, нужны тем, кто хочет достичь хода результата. Потому что они повышают выносливость. Результаты именно достижений в продвижении спортивных. Мы сейчас говорим не о массе, не о рельефе, не о каких-то таких категориях. Ну, витамины, энергетики, которые не химические, а природные. Сейчас это вот питание очень много продается. Да, да, есть выбор. И причем у нас в Кирове есть магазины, где продавцы очень квалифицированные. То есть они все расскажут, как, чего, где, когда. У меня сын занимается спортивным питанием. Поэтому за спортивное питание я успокоен. Он с моим спортсменом все рассказывает сам. Ну, это вы мне за эфиром расскажите. Расскажите еще, пожалуйста, Александр, занятия у вас проходят групповые или это индивидуальные занятия? Занятия групповые. Есть группы новичков, есть группы спортсменов, которые выступающие спортсмены. Также есть индивидуальные тренировки. То есть человек захотел позаниматься. Индивидуальные тоже возможно. Да, ну там сплит-тренировка, то есть двое, два человека приходят, два друга, например. Ходят ко мне, муж с женой занимаются. Как здорово. Семейный досуг. Да, ходил, мальчик занимался, папа его возил из Белой Холуницы. Потом возил его полгода, сам сидел, ждал. А потом не выдержал. Не выдержал и стал тренироваться. То есть с любого возраста можно приступать. С любого. И мальчишкам, и девчонкам можно заниматься. Время занятий тоже наверняка это все регулируется. Конечно. Все-таки приоткройте завису тайны, Александр. Вот вы говорите весело, задорно. А что именно требуется от человека на тренировках? То есть мы сейчас поняли, что это отработка скрупулезная, кропотливая техник, да, которые вы даете. Это обязательные кардиотренировки, кардионагрузки до и после тренировок, да, я полагаю. Что еще туда входит? Отработка технических элементов. Как я говорю, уже многократное повторение. И почему вот весело, задорно я сказал, потому что это же утомляет. Конечно. И надо как-то спортсменов отвлечь, разгрузить. Вам надо разгрузить. Конечно, конечно. Это ваша работа? Конечно, да. То есть тут как бы психология уже получается. А как вы действуете в этом плане? Секрет. Приходите на тренировки. Да, приходите на тренировки. А есть у вас какие-то открытые уроки, чтобы можно было посмотреть? Примерить на себя? Как бы вот кто приходит, первая тренировка у нас как бы она, ну, бесплатно. То есть пришел, позанимался, а там уже определился для себя. Ну и там девчонки с мальчишками занимаются все вместе, да? Ну есть такие девчонки. Худенькие, щупленькие с большими матерами. Да, есть такие. Ну нет, так-то, конечно, не получается. Но есть девчонки, которые сами просят, можно ли мне. Ну не хочу с девочкой стоять. В спарринге, да, в каком-то? Ну не в спарринге, в отработке. Я хочу с мальчиком. Ну подбираешь и мальчика. Ну мальчики, конечно, девочек не обижают. Ну конечно. Это все не объективно получается тогда. Но девчонки довольны, да? Потому что им удается одержать победу. Да, да. Давайте еще поговорим о результатах, которые приносит ММА Кировской области, федерации ММА в Кировской области. Какие есть достижения, какие достижения вы предполагаете в будущем сезоне? Кого вы можете назвать выдающимися, действительно выдающимися спортсменами от Кирова? Выдающиеся, это как бы громко сказано, конечно. Выдающийся у нас Федор Вадим Ильич Емельянко. Ну понятно, я имею в виду из всех остальных, кто в Кирове занимается так или иначе, кого вы выделяете? Я бы сказал, перспективные бойцы. Перспективные, да. Это вот Раджабов Абубакар, кандидат в мастера спорта, неоднократный призер и чемпион чемпионата в Кировской области. Дважды он становился бронзовым призером чемпионата ПФО, один раз серебряным призером чемпионата Приворского федерального округа. То есть он растающий идет? Да, участник Кубка России. Вот сейчас мы его начали по профбоям обкатывать, скажем так. Что такое профбои? Да, мы мои профбои. Есть любительские бои, есть профессиональные. А, профессиональные. Да, то есть за профессиональные, скажем так, платят гонорары. За любительские дают медаль и звание. И бурь эмоций. Бурь эмоций везде, в любом виде. И вот провел он один бой, одержал победу над Нижегородским спортсменом. И вот 22 сентября он будет биться с опытным парнем с Активкара. Значит, Балыберин Алексей Тонаро один у нас из самых титулованных спортсменов. Хотя Абубакар тоже там мастер спорта по рукопашному бою, мастер спорта по ушу сэнда. Посаженный список такой немаленький у него. Да, много регалий. Даже я, наверное, все не перечислю сейчас. Алексей тоже того самого плана. Но у него 8 профессиональных боев. 4 победы, 4 поражения у него. То есть он по профбоям, он планируется, вот тоже у него бой, матч-реванш. Он зимой одержал победу над бойцом из Саратова в Сыктывкаре. И вот молодой человек изъявил желание матч-реванш сделать. И вот сейчас идут переговоры, чтобы матч-реванш организовать в Кирове уже. Пришел с армии молодой перспективный боец Салтанов Сархан. Он по профессионалам еще не выступал, но планируется. Он неоднократный чемпион Кировской области по рукопашному бою, по боевому самбо, по ММА, по грэплингу. То есть тоже парнишка молодой, но очень перспективный. Тимур Гулямов, чемпион Кировской области по ММА, победитель турниров по грэплингу. Грэплинг – это такая борьба. Много ребят я перечислил, которые самые, которые подают надежды. А так есть шансы у каждого. Конечно, конечно. Ребята стремятся, занимаются, выкладываются полностью. Может быть, тут человечек ничего себе не показывать, а потом выстрелить и заткнуть. Главное – это упорство и труд. Да, да, да. Заткнуть всех звезд, которые были до него. Давайте теперь в конце программы обратимся к вопросу зрелищности данного мероприятия, о чем вы уже упомянули. Мероприятие действительно яркое. На что, как вы считаете, там можно посмотреть? Вообще нужно ли на это смотреть? Ну, это выбирает сам. Ну, то есть зритель. Хочет он это смотреть, не хочет. Много же. Есть же и противники ММА. Ну, конечно. У всего есть свои противники, не почитатели. У бокса есть свои противники, что вот бьют человека по голове. А у нас еще не только бьют, у нас еще и лежачего бьют, и души-то ломают. Ну, тут дело ведь это каждого. То есть ты хочешь – ты смотри. Хочешь – занимайся. Хочешь – не смотри. Никто не навязывает это. У нас нет агрессивной рекламы нигде, что вот приходите, 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 приходите. Нет, то есть если человек желает, милости просим. Насколько травматичен данный вид спорта? Ну, я скажу, что… На соревнованиях, в частности. Если я сейчас не ошибусь, то вот если по рейтингу смотреть травмоопасности, ну, по-моему, удар в двадцатку не входит. Гораздо травмоопаснее футбол, акробатика. Баскетбол, хоккей. То есть, а единоборство, все-таки здесь же человек готов, что его ударят. И он готов ударить здесь. Не то, что в футболе. Там не готовы, что ударят. Да, да, да. Не всегда готовы. Хорошо. Ну, и давайте в конце проанонсируем мероприятие, которое планируется. Как раз, чтобы посмотреть, что же такое ММА, смешанное единоборство, как они происходят, и оценить, на самом деле, может быть, тоже возможно этим заняться. Кому-то, может быть, захочется, кому-то не очень. Давайте скажем, где, что и когда будет проходить. 22 сентября в ночном клубе «Гауди» будет проходить турнир по правилам смешанного боевого единоборства ММА. В рамках турнира будет бой по боевому самбо, бой по рукопашному бою, женский бой по рукопашному бою. Девчонки все-таки будут соревноваться. Да, да, да. Но они будут биться не по ММА, а по рукопашному бою. Ну, как бы тоже в клетке. Смотребельно, значит. И будут рейтинговые бои по ММА. Сейчас введем пока переговоры. То есть я точно не могу сказать, сколько боев. Но в общей сложности боев 10 будет. То есть за всю программу 10 боев. Почему в клетке? Зарелись, значит. То есть здесь мы говорим не о безопасности. Вот так вот по-честному. Ну, почему? Судейская бригада очень квалифицирована. Я имею в виду клетка. Они обеспечивают безопасность какую-то? Почему нет? Обеспечивают. Конечно. То есть там никуда человек не вывалится, не убежит, не упадет ниоткуда. Он все закрыт в этом. В октагоне так называется клетка. То есть восьмиугольник, клетка, круг. Они там разные бывают. На всех соревнованиях у нас скорая помощь, врач. То есть это очень строго у нас. Очень грамотный у нас рефери, который не дает доводить бои до травм. Да, и укажем, что ограничение возрастной по мероприятию это 18+. 18+. Обязательно. Это нужно учитывать. Да, ну что, приглашаем всех 22 сентября посмотреть, оценить, что такое ММА. Если кто-то еще не видел, кто-то еще не знает, хотя, мне кажется, таких уже очень-очень мало. Красиво, зрелищно, сильно. Посмотрим, поболеем. 22 сентября. Да, ну и, конечно же, к Александру Высотину. На тренировки тоже можно, наверное, записаться. Можно? Есть у вас еще места? Имеются. Имеются, найдем. Да, пододвинем. Александр, спасибо большое, что рассказали про ММА. На самом деле важное, интересное, модное сейчас такое движение. Желаем Вам всяческого развития, чемпионов и больших соревнований в Кирове. И, конечно же, мест в учебных учреждениях, чтобы можно было ребят такому важному виду спорта научить. Да, это была программа «Сфера и спорт». Говорили мы сегодня об ММА и смешанных единоборствах. В гостях у нас был президент Организации спортивной федерации смешанного единоборства ММА Александр Высотин. Спасибо еще раз. Ждем еще в этой студии с новыми победами. Мам, спасибо. До свидания. До свидания. С верой в спорт.